Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре плазменный резак фирмы Bistar 500DP 10-го поколения. Мне до этого присылали плазморез Wotons 7-го поколения, также Bistar 500DP, а это 10-го поколения. Сейчас мы распакуем коробочку, посмотрим, что внутри, чем он отличается 10-го поколения от 7-го поколения. Может быть, он ничем не отличается, но, скорее всего, чем-нибудь он и отличается. Так что распаковываем коробочку и смотрим. По комплектации, в принципе, все так же. Шланг для подключения воздуха, массовый зажим 4,78, почти 5 метров, фум-лента, два хомута, набор запасных ZIP, инструкция по эксплуатации и сама горелка с длиной рукава 5 метров и там же вложен ключик. Комплектация та же самая. По комплектации, в принципе, все то же самое, что 10-е поколение, что 7-е поколение. Сейчас пробежимся по техническим характеристикам. Сзади, в принципе, все то же самое. Кнопка включения-выключения, вывод кабеля под вилку подключения аппарата в 220 вольт, быстро съем для подключения воздуха. Чуть-чуть отличается вот эта вот самая рифленка, где установлен кулер для охлаждения аппарата. А так, в принципе, то же самое. Ручка для транспортировки аппарата ничем не изменилась. С двух боков все та же вентиляция. А вот вид спереди чуть-чуть изменился. А вид спереди изменился тем, что добавился дополнительный потенциометр, дополнительная кнопочка. Если там три кнопки, тут четыре кнопки. Там один потенциометр, тут два потенциометра. Регулировка воздуха, в принципе, все то же. Ну и изменилось, конечно, положение подключения горелки массового зажима. То есть, если тут оно вертикально, то в десятом поколении горизонтально. Ну и плюс, конечно, сверху. На седьмой модели, сверху, мы видим вот такие вот пяточки. Это своего рода отбойники, чтобы при транспортировке аппарата не поцарапать лакокрасочное покрытие. Тут чуть-чуть по-другому. По весу и по размерам аппараты идентичны. Есть чуть-чуть какое-то изменение, но это незначительно. Включив плазморез, включился синергетический дисплей, где отображаются все функции и различные регулировки. 2Т, 4Т, ПА, ПТ. 4Т автоматическая резка, 2Т с нажатием. То есть, 2Т нажали, режем, отпустили, не режем. 4Т один раз нажали и все, плазморез режет. Второй раз нажали, он перестал резать. ПА, ПТ это охлаждение головки. Айр это регулировка воздуха. КАТ это резка. ПЛАТ обычная резка. И МЕЧ это сетчатая резка. Вот индикатор давления. И 0,3 секунды сейчас стоит это охлаждение головки воздухом. То есть, все регулируется. Сзади также у него внутри встроен фильтр отстойник от конденсатора. То есть, в принципе, все то же самое. Чуть-чуть изменился вид спереди. В итоге, друзья, синергетика есть так же, как и в предыдущей модели. Чуть-чуть изменился вид спереди. По весу приблизительно одинаковые. Что первая модель седьмого поколения и это десятого поколения. Могут работать от сети как 110 вольт, так же 220 вольт. В данном случае 220 вольт. По мощности максимальный ток 50 ампер. Максимальный рез, заявленный производителем, 16 миллиметров. Толщина металла. Но я думаю, 16 это нужно постараться и горелку прям полотничком держать относительно режущего металла. 10 миллиметров толщину металла я пробовал резать вот этим вот, который сейчас у меня есть седьмого поколения. Этот по мощности такой же. Значит, тоже десятку отрежет свободно. В принципе, по техническим характеристикам мы пробежались. Сейчас я подключу горелку. И мы попробуем его в работе. Этот аппарат также с пилотной дугой. То есть дуга разжигается без касания, прям сразу. Сейчас я все вне кадра подключаю и мы пробуем его в работе. Поехали. Вот так вот, смотрите, друзья, разжигается дуга одним нажатием. Три секунды продувается головка для ее охлаждения. Ну а теперь сейчас несколько раз отрежем пластинку, толщина которой составляет 4 миллиметра. Очень быстро, реже и очень качественно. Обратите внимание. Еще раз. Просто супер. Ну вот, друзья, несколько кусочков я отрезал плазморезом. Обратите внимание. Очень даже неплохой рез. И самое главное, быстрее в 10 тысяч раз болгарки. Конечно, не будем сравнивать с болгаркой, потому что болгарка для своих нужд, плазморез для своих нужд. Подведем итоги. Аппарат классный. Аппарат режет. От седьмого поколения, в принципе, он ничем не отличается. Только чуть-чуть видом. Режет он не только черный лом, а также и цветные металлы. Медь, алюминий, бронзу, латунь, нержавейку. По чугуну я не пробовал. Более толстый лишь железо у меня сегодня вам не получится показать, так как его нет в наличии. Но четверку, вы видели, он режет без проблем. И, как я ранее говорил, десятку без проблем. Для бытовых нужд, для автосервиса, для домашней мастерской это самое то. Ну а на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok